День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого в ток-шоу. Главная тема. В разгар вступительной гонки 2017 говорим об актуальном. Областное родительское собрание в телеэфире – это совместный проект управления образования обл. сполкома и телерадиокомпании «Гомель», который стартовал в 2016 году. Сегодня в студии на Пушкина 8 мы собрали представителей родительских комитетов всех без исключения районов Гомельщины. Тем, как понимание к обсуждению масса, пора начинать. Я с удовольствием представлю гостей программы. Начальник управления образования Гомельского обл. сполкома Сергей Порошин. Сергей Иванович, рад видеть. Добро пожаловать. Начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодёжи Владимир Глазунов. Владимир Иванович, милости просим. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Выпускница гимназии номер 56 города Гомеля Ангелина Королёва. АПЛОДИСМЕНТЫ Ангелина, располагайся. АПЛОДИСМЕНТЫ И победитель областного этапа республиканского конкурса «Учитель года-2017», педагог Урицкой средней школы Гомельского района Александр Минов. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Владимирович, добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вступительная кампания. По-настоящему волнительный период. Сергей Иванович, Владимир Иванович, сегодня вы в роли организатора в этой кампании у нас в регионе. А если вспомнить то время, когда вы были абитуриентами, воспоминания свежи? АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, такие странички в своей жизни, они очень запоминающиеся. Поэтому я хорошо помню тот период, когда я был абитуриентом, когда я перешагнул порог аудитории первого своего экзамена. АПЛОДИСМЕНТЫ Волновались однозначно. АПЛОДИСМЕНТЫ, естественно. Но, к сожалению, я не могу сказать о том, что я слишком волновался, потому что для меня в последующем, в студенческие годы, самым приятным воспоминанием было то, что я очень любил сдавать экзамены. И для меня это было удовольствие. В чем секрет? Уверенность в своих знаниях? Или все-таки были какие-то другие варианты? Нет, состязательный процесс. Кто кого? Преподавателя или же студенты. Мне так это нравилось, когда тебе ставят зачетку, пятерку или там хорошую отметку, и ты выходишь с чувством удовлетворения. То, что ты удовлетворил преподавателя, который давал тебе знания, и ты показал тебе знания, которые преподаватель хотел бы увидеть в твоем лице. Вот эта состязательность дает возможность быть уверенным в последующей жизни. Вот это личный пример. Владимир Иванович, часто вспоминаете студенческие годы и то время, когда были абитуриентом? Наверное, я вспоминаю тот день, когда я бежал по улице Советской, стояли троллейбусы, опаздывал на экзамены, и прибежал буквально, сказать, вскочил последний вагон. Это, наверное, не забудется никогда. Я сдал экзамен, это был письменный по математике, но, наверное, не получил того балла, который хотел. В принципе. Далее, конечно, студенческие годы – это, наверное, самые лучшие годы в жизни. Потому что, в общем, наверное, при всех тех сложностях, которые были в учебе, все-таки, вы знаете, это было достаточно весело. Да, в общем-то, еще ты не был обременен какими-то такими жизненными проблемами, поэтому прекрасные годы, и я всегда о них вспоминаю. И все-таки о волнении не так много мы услышали. Ангелина, для тебя эти воспоминания – реальность. Да. Расскажи, что впереди ждет тебя, как себя настраиваешь? Я настраиваю себя положительно, потому что я очень много готовлюсь и надеюсь, что окончательный итог будет хороший. И я поступлю туда, куда я хочу. А вот волноваться и переживать, я думаю, что не стоит, потому что это всего лишь экзамены, и даже если ничего не получится, то на этом жизнь не заканчивается. Ангелина, а что говорят родители и педагоги? Какими советами помогают? И вообще эти советы вот в такой ответственный период помогают ли? Родители и педагоги в основном поддерживают. Они говорят, что ты молодец, что ты справишься. И мне кажется, что вот эта вот поддержка – это самое главное, что надо в этот период. Это областное родительское собрание в телеэфире. Мы продолжаем воспоминаниями о школьных годах своей жизни делится известная белорусская исполнительница, многодетная мама Лариса Грибалева. Мне кажется, что мы были немножечко более ответственными или, может, больше боялись своих родителей, как по себе я знаю, что у меня были какие-то обязанности такие конкретные, которые я не могла нарушать. У меня, я должна была успевать, кроме того, чтобы я сделаю уроки, я должна была успевать, чтобы был порядок в доме. У нас должны были быть протертые полы ежедневно, само собой помыта посуда. То есть мама, понятно, готовила у нас, была еда в холодильнике, который мы подогревали, у меня еще есть старшая сестра. Но обязательно должна была быть помыта посуда, помытые полы, и вот уроки сделаны. Если мы хотим погулять, то должны были сделаны быть уроки, и это все должно было быть сделано до того, как мама пришла домой. Ну, с уроками тут сложнее, то есть если больше задавали, понятно, дольше сидели. Но не было такого вопроса, не было таких каких-то претензий, и не было того, что вот я потом сделаю, я это потом, я потом, я это. Не знаю, я не скажу, что мы даем какую-то слабину детям, но нет у них такого вот чего-то, чтобы они сознательно. То есть постоянно приходится напоминать обо всем. Мне кажется, как обычно у всех, у нас одни и те же были проблемы у школьников, это много уроков, а нам хочется гулять. Я думаю, у школьников это самая главная проблема. Это областное родительское собрание в телеэфире, ток-шоу «Главная тема», мы продолжаем. Занятий много, а нам хочется гулять. Ангелина, это про тебя и твоих сверстников? Мне кажется, что да, но когда ты уже учишься в старшей школе, 10-11 класс, ты осознаешь всю свою конкуренцию и понимаешь, что надо учиться. И тут даже, мне кажется, что вот лично у меня желание учиться сейчас стоит на первом месте, чем гулять. Александр Владимирович? Они такие, как мы, на самом деле. Вот мне кажется, что они мечтают, они стремятся, они ставят цели. Ну да, наверное, с небольшим налетом на эти современности. Но мы живем в изменяющемся мире, и это нормально. Может быть, потому что отвлекающего уже очень много? Да, наверное, что-то есть, но в какой-то степени, наверное, это как-то для кого-то такой вот стимул для собственного воспитания. Не отвлечение на какие-то посторонние вещи, а постановка собственной цели, достижения этой цели. Итак, выпускные экзамены в школах. Как организован будет этот процесс в 2017-м? Сергей Иванович, есть ли какие-то определенные новшества? Ну, практически, организационные вопросы не будут нисколько отличаться от прошлого 2016 года. И в этом году также будут сдаваться экзамены за курс базовой школы, средней школы. Напомню, что после базовой школы ребята сдают три предмета. Это русский язык, белорусский язык и математика. После окончания средней школы сдают четыре предмета. Русский или белорусский по выбору. Математика, иностранный язык и история Беларуси. Но должен сказать, что особенностью выпускников 11 класса является разный уровень заданий. Тот, кто учился в базовых классах, задание более проще. Тот, кто на повышенном уровне, задание сложнее. Вот только этим отличается. Но никаких изменений в нынешнем году не предвидится. Наверняка мониторите ситуацию круглый год. Что уж тут говорить каждый год. Какую оценку дал бы главный педагог области успеваемости ребят? Ежегодно качество знаний учащихся растут. Нас радует то, что на 2-3 процента, если в общем брать в целом по области среди учреждений образования, качество улучшается. И особо радует от ребят, особенно сельской местности, которая показывает практически равное знание по предметам общеобразовательных с городским школьником. Это дает сегодня основание говорить о том, что практически уравнялось качество образования сельской местности и городского населения. И процент поступления такой же практически, если брать в процентном отношении. Потому что количество учащихся в сельской местности и в городе, они отличаются. В процентном отношении практически одинаково. Владимир Иванович, все-таки от чего зависит тот самый уровень успеваемости? Место расположения учебного заведения, город, сельская местность? Или же все-таки маститый педагог рядом? Может быть что-то еще? Во-первых, я бы сказал, это внутренняя мотивация самого ребенка обучаться. Особенно в выпускных классах. Второе, это, конечно, значительная роль того педагога, который может заинтересовать его учиться. В общем-то, поэтому, в принципе, вот несколько факторов, вот эти два, однозначно влияют на успеваемость учащегося. Ну и, конечно, в тему разговора и показательными будут цифры, статистика, результаты централизованного тестирования 2016. Радуют специалистов средний уровень знаний? Я бы здесь очень осторожно об этих цифрах говорил. Почему? Потому что в абсолюте я бы вообще их, наверное, не рассматривал. В принципе, если сравнивать свои же результаты со своими, если говорить об учреждениях образования, наверное, здесь можно какую-то оценку давать работе учреждений образования. Если сравнивать их просто как абсолютные цифры, наверное, очень сложно об этих результатах говорить. Почему? Потому что, во-первых, тесты совершенно разные. 15-й, 16-й, там, 17-й год. По уровню сложности разные? Ну, понимаете, в общем-то, в принципе, эта предметная область может быть разной. Мы же, в принципе, не проверяем все знания учащихся. Это не квалификационный экзамен, централизованное тестирование. А второе, конечно, и по уровню сложности какие-то могут задания отличаться. Поэтому, в принципе, вот эти сравнения, они, я думаю, что не совсем корректны. А, в принципе, по результатам централизованное тестирование каждое учреждение образования делало свои выводы. Выборку статистику, и, к сожалению, я думаю, что специалисты не всегда довольны, потому что уровень знаний, ну, это ниже пятерки. Но есть еще одна особенность, которая подтверждается цифрами. У нас количество медалистов с каждым годом увеличивается. Если сравнивать с 2015-2016 год, то в 2016 году на 94 медалиста стало больше, чем в 2015 году. И радует то, что ребята, которые идут на централизованное тестирование медалистов, они практически подтверждают тот уровень знаний, за счет которых они получили эти медали. Они подтвердили то, что они по достоинству получили золотые и серебряные медали. И здесь, наверное, нужно добавить, что, понимаете, ведь мы все время должны исходить из цели. Вот цель централизованного тестирования – отобрать лучших в учреждения высшего и среднего специального образования. И надо, наверное, на эти цифры тоже обращать внимание. А сколько же наших детей поступает? А в какие учреждения в республике они поступают? Я хочу сказать, что у нас вот этот процент достаточно высокий по области. И он, в общем-то, по чуть-чуть прирастает. Может быть, это 1,2%, но тем не менее мы прирастаем. В общем-то, количеством детей, которые поступили по результатам централизованного тестирования. То есть главное не балл, а результат. Ну, конечно, да. Каковым является поступление в выбранное учебное заведение. Александр Владимирович, подключайтесь к разговору. Вы работаете в небольшой сельской школе. Ваше мнение, место расположения учебного заведения влияет на качество полученных знаний? Вот не соглашусь о том, что географическое положение учебного заведения каким-то существенным образом может повлиять на качество знаний. На мой взгляд, здесь определяет вот этот уровень качества знаний три участника. Это родители, это учащиеся и это учителя. Вот в связке вот три вот этих компонента, они дают высокий результат, дают высокое качество знаний. И никак иначе, мне кажется. А где находится учебное заведение, ну, мне кажется, в общем-то, несущественным. Но это если работают все три компонента на 100%. Конечно, только в связке. Только если выбросить какой-либо один из компонентов, картина уже не складывается, пазл уже не тот, да. Вот поэтому вот так, в моём мнении. И всё-таки многие родители скажут, понятно, в Гомеле возможностей для подготовки к вступительной кампании гораздо больше. И, наверное, можно действительно согласиться отчасти и с этим мнением. Что делают ваши коллеги для того, чтобы уровень знаний ребят был действительно на высоком уровне? Ну, в первую очередь ведётся работа для того, чтобы определить то направление для каждого учащегося, которое он для себя определяет. Это физико-математическое направление, либо гуманитарное. И в связи с этим уже идёт распределение определённых часов факультативных занятий, стимулирующих занятий для того, чтобы ребёнку, который желает заниматься больше, желает свои знания углубить, была предоставлена такая возможность. Несомненно, это и платные образовательные услуги, которые предоставляет наше учреждение образования, думаю, и многие другие. И вот всё это вместе, и, конечно же, работа самого учащегося, без этого никуда, даёт достаточно высокие результаты. Просто не могу не спросить, в этом году вы стали финалистом областного этапа республиканского конкурса «Учитель года». Здесь должны быть аплодисменты. Наверняка неоднократно спрашивали, и уже, возможно, и ответ заготовлен. В чём секрет? Ну, мне кажется, секрет достаточно простой. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься, и люди. Люди, которые рядом с тобой, которые тебя поддерживают, которые тебе помогают, помогают в твоём профессиональном росте, помогают по жизни. И я думаю, это секрет успеха, наверное, в любом деле, в любой профессии. Несмотря на значительный титул, вы достаточно молоды, пример наверняка есть для подражания. Каким должен быть настоящий педагог? Ну, наверное, человек, обладающий определенными личностными качествами, это доброта, целеустремлённость, активность, многое другое. И человек способный, учитель способный объяснять сложные вещи простым языком. И, конечно же, считающийся с мнением своих учеников. Потому что эта профессия, это не предполагает какой-то насильственности. Учитель должен убеждать учащегося в той или иной точке зрения. А где-то может и соглашаться со своими учениками. Ангелина, я уже говорил, что ты выпускница гимназии номер 56 Гомеля. Уверен, поступала в это учебное заведение целенаправленно. Хотя и понимала, что уровень требований к знаниям учащимся достаточно высокий. По крайней мере, выше, чем в школе. Да, я в гимназию поступала целенаправленно. Я учусь не с первого класса. Но когда шла в пятый класс, то есть я уже с родителями серьёзно разговаривала на эту тему. Потому что мы понимали, что там требовать будут намного больше, чем в обычной школе. И экзамены по итогам пяти классов существуют ведь, так? Да. В четвёртом классе мы сдавали экзамены и проходили в пятый. Когда я после девятого переходила в десятый класс, естественно, мы уже выбирали профиль. Я понимала, что тут надо относиться к этому выбору наиболее серьёзно. Потому что всё-таки это моя будущая профессия. И я должна понимать, с чём я хочу связать свою жизнь. А вот вопрос по поводу учиться сложнее или легче, чем в обычной школе, я не могу ответить. Потому что я никогда в обычной школе не училась. Но я могу сказать, что в десятом и одиннадцатом классе учителя уже требуют намного больше. И отношение у них к ученикам наиболее такое взрослое. То есть они нас воспринимают уже не как обычных детей, а уже как взрослых, сформировавшихся личностей. И ещё немножко покопаясь в твоей биографии. Ты во время учёбы посещала и пока посещаешь педагогическую группу. Что это значит? Когда я пришла в десятый класс гимназии, нам предложили выбирать различные факультативы. И там был факультатив ведения в педагогическую профессию. Я люблю всё, что связано с общением, и поэтому я подумала, что это будет очень интересно. И я туда пошла, и я не жалею, что я туда пошла. Потому что я узнала очень многого и о себе, и для себя. И мне кажется, что мне это поможет в моей будущей профессии и в жизни. Потому что в жизни всё пригодится. Это правильно. И буквально коротко. Твой совет тем, кто смотрит программу. Как максимально эффективно подготовиться к вступительной кампании? Только занятия в школе, занятия с репетитором, быть может, либо что-то ещё? Мне кажется, если человек хочет поступить, то надо уже это осознать ещё в десятом классе. Повзрослеет, так сказать, в десятом классе. И уже начинать готовиться. Потому что в одиннадцатом классе на это просто не будет времени. То есть это не должно быть спонтанным решением или серией спонтанных действий? Нет, человек должен понимать всё. Нас просто готовят до десятого класса. И я вам хочу сказать, что это уже намного легче в этом году. Потому что по большей степени я не учу, а повторяю уже тот материал, что пришло в том году. Я уверен, в подобной ситуации тысячи абитуриентов, тысячи учащихся Гомельской области. Владимир Иванович, есть ли какие-то изменения в рамках проведения вступительной кампании 2017? Вступительная кампания уже началась с регистрации. 2 мая мы начали регистрацию на централизованное тестирование. Из изменений я бы, наверное, отметил четвёртый тест. Такая возможность появилась у абитуриентов этого года. Результаты тестирования будут действительны два года после прохождения. Мы добавили три резервных дня для тех абитуриентов, которые по объективной причине не смогут участвовать в основное время. А так, если говорить о процедуре, если говорить в целом, то, в принципе, всё осталось, как и прежде. То есть система, безусловно, из года в год шлифуется. Но таких вот шоковых изменений уже достаточно давно не было. Да, конечно. Это хорошо, потому что, в принципе, абитуриенты, вот правильно Ангелина говорит, что они должны уже в 10 классе знать, что их ожидает в будущем. По крайней мере, при поступлении. И так, волнений предостаточно. Владимир Иванович, будут зрители благодарны, если обозначите, напомните основные этапы вступительной кампании и хотя бы приблизительные их даты проведения. Повторюсь, со 2 мая началась регистрация, заканчивается она 1 июня в 19.00. Далее 12 июня белорусский язык. Весь месяц мы работаем, и 2 июля мы заканчиваем всемирной историей. Дальше регистрация на резервные дни с 30 июня по 3 июля. И, в принципе, резервные дни. То есть, вот эти все этапы, в принципе, и это и есть наше централизованное тестирование в этом году. А дальше уже подача документов. Подача вместе с результатами, подача документов. Да, ну, с 10 июля будут выдаваться сертификаты. В этом году министерство конкретно прописало эту дату, потому что некоторые абитуриенты в силу определенных обстоятельств хотят получить раньше сертификаты. То есть, 10 июля мы начинаем выдавать сертификаты. Владимир Иванович, в деле организации проведения централизованного тестирования вы человек опытный, авторитетный в регионе. И наверняка спрашивают родные, близкие, те, кто вас знают. Ну, подскажите, как же наиболее эффективно сдать это испытание? Есть ли какие-то секреты? Ну, вот Ангелина, по-моему, уже ответила на этот вопрос. Но она никогда не сдавала. А вот вы-то... Но тем не менее. Я хочу сказать, что, вы знаете, вот мы видим часто объявления, там 70 баллов за 3 месяца, даже за полгода. Я как-то не сильно верю в это во все. Хотя, конечно, у каждого человека должен быть свой определенный выбор. Однозначно, где дополнительно готовиться. Но самое главное, это, конечно, учеба в школе. Учеба в школе планомерная, многолетняя. И, знаете, я вот просто знаю, что наши, предположим, абитуриенты, которые поступают в медицинский университет, они вообще начинают заниматься подготовкой чуть ли не с 7 класса. Как только появляется у них биология, появляется химия. То есть процесс подготовки, он, в общем-то, так вот интегрирован в учебный процесс. Это основа, понимаете? Вот это основа всей готовности. Нельзя человек... Ну, то есть без подготовки никуда. А как насчет настроя? Без школы никуда. Вот настроение, уверенность в себе. Часто ведь это действительно... Уверенность, конечно, приходит со знаниями обычно. Знаете, если я знаю, то я уверен, что эти знания покажу. Хотя, конечно, как любой экзамен, психологическое, в общем-то, состояние может быть разное. Понимаете? Какой бы он ни был. То есть пусть это будет централизованное тестирование, пусть это будет устный экзамен. Все равно психологически человек волнуется всегда. То есть это тоже очень важно. Здесь в этой связи, конечно, очень большая роль вот эти последние дни, в последние недели перед тестированием принадлежит родителям. То есть здесь, в принципе, конечно, родители должны быть вместе с детьми. Они должны их настраивать. Что нет трагедии большой, если даже ребенок получит не тот результат. Понимаете? Жизнь продолжается. Без трудолюбия результата сложно добиться. Сергей Иванович, если не ошибаюсь, чуть больше 10 лет система централизованного тестирования действует в стране. Периодически по-прежнему она подвергается критике. И это тоже нормально. Любое мнение имеет право на жизнь. И все-таки, если бы я вас сейчас попросил назвать как минимум несколько основных плюсов, безоговорочных в пользу централизованного тестирования, какие бы назвали? Ну, для взрослых, наверное, один из самых главных критериев – это справедливость и отсутствие коррупционных проявлений. Поэтому хочу сказать уважаемым родителям, не ищите тех, которые могли бы повлиять на результаты централизованного тестирования. Это практически невозможно. Второе – то, что сказал Владимир Иванович, необходимо готовиться к централизованному тестированию. Не только иметь определенный объем знаний, но и психологическая подготовка должна быть. Поэтому и существует репетиционное централизованное тестирование. Кстати, хочу сказать, что мы готовим и наших учителей для того, чтобы они консультировали ребят, которые пойдут на централизованное тестирование сами, проходят такие тесты. И каждый год, в январе месяце, мы проводим вот такие репетиционные тестирования для учителей-предметников. Я думаю, что тот, кто принимал участие, конечно же, сделали определенные какие-то выводы и помогли своим ребятам. Ну и самая главная справедливость в том плане, что здесь уже нет разговоров, как было когда-то, о том, что кто-то кому-то помог. Своими результатами получили сертификат с определенным количеством баллов. И ты уже выбираешь свою дорогу, исходя из тех возможностей, которыми ты обладаешь. Вот это главное достижение централизованного тестирования. Но если говорить о том, что часто в обществе отсутствует человеческий фактор, да, ну появляется такой некий механизм механического подтверждения тех знаний, которые ты знаешь, как робот, вот выставляешь эти все, значит, отметки делаешь в репетиционном листе при прохождении ЦТ, значит, вот человеческого общения не хватает. И сегодня при совершенствовании вступительных испытаний все это начинает внедряться, совершенствоваться. Я думаю, что мы увидим не только сухое централизованное тестирование, но и уже и в этом году вот элементы человеческого общения уже есть. Изменения, допустим, поступления в педагогические вузы без стопительных испытаний по результатам собеседования. Это уже результаты конкретно вот того, что будет у нас новое. Это областное родительское собрание в телеэфире. Сегодня в студии на Пушкино-8 мы собрали представителей родительских комитетов, всех без исключения районов Гомельщины. Уверенно уже назрели вопросы из зрительного зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Казунова Мария Ивановна, Ветковский район. У меня вопрос, будет ли предусматриваться возврат к УПК, учебно-производственному комбинату. К примеру, например, мой муж в свое время заканчивал такой учебно-производственный комбинат и получил водительские права. Я так понимаю, знания пригодились, раз спрашиваете. К сожалению, я вас разочарую, время УПК прошло, учебно-производственных комбинатов безвозвратно. Я думаю, что элементы какие-то могут быть, но в соответствии с кодексом образования Республики Беларусь понятия учебно-производственных комбинатов практически нет. В свое время я тоже заканчивал УПК, имею тоже специальности, это тоже пригодилось в жизни. Но на сегодняшний день такая форма подготовки специалистов, она передается в учреждения профессионально-технического образования. Карпенко Людмила Георгиевна, Лоевский район. Сергей Иванович, ответьте, пожалуйста, сохранятся ли в следующем учебном году в 10-х классах какие-либо профили? Спасибо. Да, сохранятся профили, и должен сказать, и в этом году, в 2016-2017 учебном году, профили такие были, 43% ребят, которые занимались именно по профилю. Я думаю, что этот процент должен быть увеличен, остальные занимались на базовом уровне. Поэтому все зависит от наших ребят, которые планируют поступать в 10-е классы. Как они определятся, такое количество профилей, такие же профили будут открыты по их желанию. Малышенкова Татьяна Николаевна, город Мозырь. Скажите, пожалуйста, каковы условия и порядок приема абитуриентов в педагогические учреждения высшего образования для выпускников педагогических классов и групп? И когда и где будет проходить профориентационное собеседование для учащихся таких педагогических групп либо классов? Спасибо. Я так понимаю, здесь есть своя специфика. Да, совершенно верно. Если брать по Гомельской области, то около 80 ребят, которые имеют такую возможность поступать в высшее учебное заведение педагогического профиля, необходимо отметить, что в соответствии с правилами приема, ребята должны не только учиться в таких классах, профильных или группах, но и иметь определенный уровень знаний. В аттестатах не должно быть предметов, по которым оценка выставлена не ниже 7 баллов, по профильным предметам не ниже 8 баллов. Плюс к этому, значит, должны ребята предъявить характеристику рекомендацию педагогического совета, там, где он заканчивает среднее учебное заведение. Далее назначается собеседование по месту фактической подачи документов, тот вуз, который выбрал наш абитуриент. И при подаче документа уже определяется дата, время и даются вопросы собеседования именно по факультативному профилю введения в педагогическую специальность. И по результатам вот этого собеседования и по результатам рассмотрения поданных документов будет принято решение о зачислении наших ребят на педагогические профили высшее учебное заведение педагогического вуза. Скрипченко Наталья Викторовна, городской поселок Октябрьский. Скажите, пожалуйста, будет ли введена единая школьная форма для учеников? Спасибо. Спасибо за вопрос. Такое понятие, как школьная форма, наверное, это уже вчерашний день. Мы часто говорим о деловом стиле одежды школьников. И хотелось бы, чтобы каждый год вот эта тема, она звучала особенно в родительской общественности, она заслуживает особого внимания. И хотелось бы, чтобы как можно больше учреждений образования внедряли деловой стиль одежды, приветствовав с родителями, детьми, педагогами. И мы бы переходили на европейский уровень, там, где учреждения образования представлены не только содержательным компонентом, но и внешним видом. По форме можно определить, где ребенок учится, в каком учебном заведении, гимназии, будь то школа или лицей. Здравствуйте. Меня зовут Жуковец Галина из города Петрикова. Меня интересует вопрос по поводу субботних дней. Будут ли субботы учебными? И рассматривается ли этот вопрос в министерстве? А вы за или против? Мы за. Почему? Потому что у нас стоит вопрос, не хватает классов. То есть четвертые классы будут учиться в две смены. Спасибо за вопрос, Сергей Иванович. То, что не хватает классов, с одной стороны, это здорово, а деток, значит, больше. Конечно, особенно для Петриковского района и для Петрикова это очень радует. Но вместе с тем, хочу вам сказать, что и среди родителей, и общества есть разное мнение по поводу субботнего дня. Сегодня рекомендации Министерства образования Республики Беларусь для родителей, для коллективов. Субботний день рассматривается как дополнительный день, где ребята занимаются физической культурой, спортом, посещают факультативное занятие, проводится экскурсионная работа, изучаются краеведения. То есть субботний день настроен для того, чтобы дети и занимались, и отдыхали, но по профилю. Ну, в основном, конечно же, как и президент нашего государства говорит о том, что надо дать возможность нашим детям физически совершенствоваться. И поэтому мы чаще всего рекомендуем, чтобы дети в субботний день были в спортивной форме, в спортивном зале, на стадионах. И приветствуем, когда наши ребятишки получают такую возможность не только в школе, но и в спортивных секциях, включая в субботний день. Не только сами, но и их родители? Ну и их родители. И, кстати, по городу Гумель есть хороший опыт на базе 45-й школы, когда сами отцы проводят время со своими ребятами в спортивных залах. Папа-зал называется такой проект, и молодцы наши папы, которые освобождают наших женщин от такой работы каждодневной. И жены отдыхают, и приятно родителям, и приятно нашим детям, которые занимаются совместно. Что касается учебного дня, в Министерстве образования не рассматривается вопрос о том, чтобы суббота стала учебным днем. Мы выполняем рекомендации и думаем, что это правильно. Здравствуйте. Фомич Елена Викторовна, Калинковецкий район. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. На какие специальности, кроме педагогических, медалительств могут поступать без вступительных экзаменов? Видите, сегодня для меня тоже экзамен. Я сдаю. Состязательный процесс начинается. То, как вы любите. Да, то, что я люблю, обожаю. Значит, что касается поступления в высшее учебное заведение, вот ребят, которые закончили на серебряные, золотые медали, победители областных, республиканских, международных олимпиад, конечно, это уже наши студенты, еще и школьники. Школьники уже некоторые студентами становятся. В этом году, в соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь, если не ошибаюсь, 20 марта 2017 года за номером 25, определен перечень специальностей, востребованных в экономике Республики Беларусь. Ну, где-то 29 специальностей различного профиля. Это сельскохозяйственного профиля, ветеринария, это и вопросы, связанные с сельским хозяйством и направлением лесного хозяйства, это некоторые специальности машиностроительного профиля. Ну, то есть этот перечень, который включает в себя 29 этих специальностей, позволяет ребятам сдать документы медалистам и стать студентами в ВУЗе. Но хочу просто предостеречь и родителей, особенно родителей и ребят, лучше всего перестраховаться и подать документы на прохождение централизованного тестирования, получить сертификаты для того, чтобы не иметь проблем. Каких? Я имею в виду, на этих 29 специальностей, которые могут, ребята, поступать, может быть тоже конкурс. Желающих может быть столько, что приходится отбирать. Поэтому для наших школьников-медалистов должен быть второй вариант подачи сертификатов ЦТ в другие высшие учебные заведения для того, чтобы в равной степени поучаствовать в испытаниях вступительных и стать студентом, может быть, не этого ВУЗа, но и другого. Поэтому упрощать ситуацию нельзя. И успокаивается то, что я имею медаль серебряную или золотую. Все думают так, медалисты. Поэтому сегодня, в этом году, я говорю, что особенность заключается в том, что надо параллельно сдавать централизованное тестирование. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.